17.06.2024 год. Вы на большем канале Олега Соскина. Соскинью смотрите. Ну что, давайте такой достаточно мощный блок, большой блок, многих касающийся рассмотрим, а именно финансово-экономическую ситуацию в Украине и какие последствия данная ситуация, данные процессы, ее развитие сулит для каждого из граждан Украины. К сожалению, надо сказать, что она очень плохая. Почему? Потому что, по сути, если мы даже посмотрим, откуда надо начинать, от государственного совокупного долга. Это внутренний, внешний и гарантированный государственный долг. Это то, что власть, в данном случае Зеленский сегодня, слуги народа, Зеленский как президент, Шмигаль, конечно, как премьер-министр, там, Умеров, там, все его вице-всяк. Вы знаете министров этих? Они меняются как перчатки одноразовые, да, такие резиновые. Да, есть и другие изделия, которые быстро очень тоже приходят в негодность. Вот. И все, они себе уходят. Вот был Резняков. И ушел. А кто ж будет отвечать за все, что наделано было? Нет. Резняков может своим капиталом, своими деньгами отвечать? Нет. Может, Курбанов этот или как там его? Нет. То есть, они все поуходили, поуходили. А кто ж будет отвечать за то, что долг вырос? А долг стал здоровеннейший. То есть, Минфин, Национальный банк настолько уже стали, это самое, осторожные, что они даже не дают только долг, а государственный гарантированный долг дают апрель, 30 апреля. То есть, на 1 мая 2024 года. Так уже же май прошел, и уже 17 июня, уже сколько денег новых набрали. Ну, и здесь они дают общий долг в этих, слышите, в гривнях. 6 триллионов, 10 миллиардов гривен, триллионов. Ну, так, для простоты давайте в долларах посчитаем. Это по курсу сегодняшнему, если 40, берем, там чуть туда-сюда. Это 150 миллиардов долларов. Ну, тогда, а еще ж был май, там еще набрали очень много. А еще был этот самый, как он называется, июнь. То есть, не дают и все. 30 апреля, а где ж май? Ребята, что же вы так делаете? Это ж неправильно. Вот. Ну, и что получается? Если посмотреть государственный долг, да, 6 триллионов. Ну, хорошо. Оваловый внутренний продукт был. В текущих ценах, знаете, какой? В 23-м году он был. Они показали цифру 6 триллионов 537. То есть, дали госдолг типа 84,4. Но это они показали 23-й. А там была ситуация такая, что если брать, это они дали текущие цены. А есть цены так называемые, которые нам показывают, да, вот они показывают в долларах. Что на 30 апреля они показывали долг, на 30 апреля 2004 года 151 миллиард 515 миллионов долларов. Вот. Показывали так. Ну, практически, как я вам посчитал. Но они тут не показывают нам валовый внутренний продукт. В чем? Есть реальный валовый внутренний. Это в текущих ценах, номинальных дали, фактических ценах. А вот если брать реальный ВВП в ценах 22-го даже года, то выйдет, что ВВП за 23-й год всего будет 5 триллионов 518 миллиардов гривен. Понимаете, какая разница? Или нет? То есть, получается, ну вот в долларах, если, то выходит, да, они дают нам в гривнях. А в долларах они не дали. Ой, хитрые какие. То есть, получается, что ООН, если сравнивать 151 миллиард с половиной государственный совокупный долг, так, и сравнивать этот самый, как он называется, реальный ВВП в ценах 22-го года, 23-й год ВВП, то выходит, что здесь получается уже долг выше, если его перевести в гривнях, чем реальный ВВП, который составляет 5,5 триллионов гривен. А долг, как известно, мы с вами посмотрели, на 30-е апреля был уже 6 триллионов гривен. А если на май, июнь, так я думаю, там еще добавилось уже не 151, я так думаю, там с половиной, а я думаю, что уже и все 155, может, 157 миллиардов долларов. То есть, ну а в 24-м идет колоссальный обвал ВВП, будем прямо говорить, потому что уничтожение идет энергетического и электрических генераций сектора и всех других секторов. Поэтому разрушение огромное предприятий, народно-хозяйственного комплекса. То есть, по сути, это уже развал, это уже полный развал, дефолт, ну, то есть, не воспроизводится общественный продукт. Но и это еще не все. И это еще не все. А вот что у нас еще есть, такая неприятная совсем информация для властей Украины, ну и для народа. Итак, вышло такое вот сообщение, что 17, собственно, июня Украина не договорилась с держателями 20% облигаций о реструктуризации своего долга на 20 миллиардов долларов, надо их отдать, значит. А варится в сообщении Минфина на лондонской фондовой бирже. Понимаете, вот какая история. Они отклонили эти держатели предложение Киева о понижении стоимости валютных облигаций на 60% и сказали, мы можем понизить стоимость максимум на 22%. Но МВФ заявил, что если так сделать, то это приведет к невыполнению ключевых долговых обязательств. Минфин также предполагал запустить инструмент на случай непредвиденных обстоятельств, выплаты по которому могли бы начаться после 2027 года и зависели бы от выполнения Украины целевых показателей налоговых поступлений установленных МВФ. Но тоже не пошли на это. Продолжаются переговоры очень тяжелые. Оллстрид Джоналл писал, что Украину вполне может ждать дефолт. И сейчас этот дефолт приблизился. Поскольку к осени уже. Поскольку она должна возобновить выплаты по долгам иностранным кредиторам. Понимаете? А возобновить нечем. То есть Зеленский, Шмигаль, все эти кнопкодавы под куполом, они довели страну до банкротства своими действиями. Умеровы эти, этот самый Ермак, конечно, Стефанчук обязательно, Арахамия. Вот все, все они вместе довели страну до дефолта, до банкротства. Десятки миллионов. То есть украинцы по своей, так сказать, наивности и близорукости решили, что слепые могут их куда-то привести к зияющим высотам. Они привели к пропасти. И еще один шаг, и все украинцы полетят в эту пропасть. Ну не все, а те, которых привели. Вот такая забавная история получилась. То есть выплатить уже нечем и не получится. Но я бы что еще хотел тут отметить? Такую интересную детальку, потому что многие же как бы не понимают, вообще цифры не смотрят. И ничего в этих цифрах не понимают. А цифры следующие у нас еще есть. Понимаете, какая забавная история? Что вот этот государственный долг, он же не сразу вырос, понимаете? Превратился таким. Он же появился во время Зеленского. И вот он появлялся следующим образом. То есть вот он достиг к 30 апреля 6 триллионов, да? Но, но 6 триллионов гривен. А, например, он был, вот сейчас мы посмотрим с вами чуть раньше. Сколько же он был у нас, этот долг? Он был, 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 видите, не хочет открываться нам. Сейчас, секундочку. Он составлял где-то порядка 4 триллионов, понимаете? То есть, наращивание этого долга, это было не так просто, как говорится, произошло. Оно развивалось соответствующим образом. Ну, например, смотрите, в Зеленский у нас пришел в 20, 25, 24 должны быть выборы. Вот 20-й год смотрим. То есть, сейчас он превысил, я так думаю, он уже где-то 7,5, наверное, триллионов. Ну, они же не говорят, но все равно узнаем. Так вот, Зеленский встал, когда у нас? Раз, два, три, четыре, пять. В 19-м году. Так вот, наконец, с 19-го года, ну, скажем так, долг был всего 2 триллиона гривен. Представляете? 2 триллиона. Но курс, правда, был другой. Но даже если взять начало войны, то он был, наконец, с 21-го года, 2 триллиона 671 миллиард. А сегодня он 6 триллионов. Уже, я думаю, то есть, по сути, вот если брать уже на июнь, я думаю, он уже вырос на 4 триллиона долларов, гривен. 4 триллиона гривен, это знаете сколько? 100 миллиардов. То есть, вот это все сделал Зеленский, Ермак, Резников, Умеров, Шмигаль. Вот они все сделали. Слуги народа. Это те, кого народ нанял, как менеджеров. Вот они довели страну. Ну, конечно, этот, как он там, пышный, глава Нацбанка. Яценюка надо поискать, тоже его лепту найти, что он тут, как в чем он постарался. То есть, пышный откуда взялся, да, на эту главу Нацбанка. Был Шевченко, появился пышный. Кто его поставил, да? Кто-то, что его Зеленский рекомендовал. То есть, а перед Шевченко кто был? Как он назывался? Смолей, да, или как? То есть, вот, если мы это, кто Смолея помнит? Уже вообще никто не помнит, да? А Гонтареву кто помнит? То есть, а Порошенко кто помнит, да? А был же период, когда хотели, были инициативы, петиции были. Порошенко, чтобы Соскин стал главой Нацбанка. Семь петиций было. Этот Порошенко, бедный, так старался тогда, что заблокировали все сайты, петиции и все. Ну, это так. Не потому что Соскину это надо. Но просто были и такие времена. Чтобы это сейчас-то уже никто ничего не помнит. Уже как тут помнить, когда человек не помнит, что позавчера с ним случилось. То есть, мы с вами видим, по сути, разложение и гибель всего, всей финансовой экономической системы государства под названием Украина. И это довело власть в страну своими неэффективными, некомпетентными, совершенно глупыми, бездарными, абсолютно несоответствующими основам политэкономии классической. Сознанием вот этой группе людей. Вот и все. Но вы тогда готовьтесь, что будет. То есть, многие говорят, так, что делать? А что делать, что делать? Уезжать надо, что делать? То есть, если вы уже выехали, то, конечно, там пишут, возвращаются. А чужие в Украину возвращаются? Что вы тут еще забыли? Конечно, это наша Родина, все и прочее. Но реально смотрите на вещи. Реальность, к сожалению, не просто там как бы туманная, там, или желтоватая, зеленоватая, или серо-белая. Нет, она просто черная. Она черно-коричнево-темно-зеленая. Это реальность с перерастанием вообще там просто в черную дыру. С коричнево-зелеными прожилками. Понимаете? Все. Зеленский, его жена, его семья, его папа, мама, его сваты, он, его власть, они ничего сделать не могут. Кроме того, как сделать что-то хуже, плохо, хуже, еще хуже и хуже. Не потому, что он нам нравится или не нравится, потому что самое Порошенко или Тимошенко. Про другие вообще нечего говорить, да? Тимошенко, она хоть что-то понимает в финансах, там, Порошенко. А эти вообще ничего не понимают. Вообще ничего. Понимаете? Ну, если у них етманцев, это звезда. Помощник многолетний, помощник Севковича. Это главная звезда налогов, финансов и всего прочего в Украине. Ну, так о чем тогда? Можно речь вести. Что делать надо? Что делать? Делать надо только одно. Это, естественно, устраиваться как можно быстрее на работу, там, находить свое место в тех странах, где вы расположились. Какие страны, я вам говорю. На сегодняшний день, по-любому. Это Германия, это Чехия, это Словакия. Замечательные страны. Болгария, если вы там уже обосновались. Северная Македония, Албания даже. Албания, нормально. Босния и Герцоговина. Сербия тоже там нормально. Устраиваетесь. Ничего страшного, вы там нормально обоснуетесь. Вот Греция. Ну, Греция очень тяжелая. Очень сложно, запутанная. Это Мецитакис, это вообще. Тут он такое накрутили, они с этими налогами. Они все время повышают давление, но дают подачки местному населению. У них тут коммунисты, социалисты. Поэтому человеку, который как бы хочет что-то тут чем-то активным заниматься, он просто не сможет. Ну, налог на НДС 24%. Ну, это безумие, конечно, безумие. Налог на заработные платы там 15%, кажется, до 12 тысяч евро годовых. А потом 30%, потом еще выше. Это просто что-то такое. Феерически коммуносоциалистическое. Поэтому тут такие вот, ищите страны, которые более-менее имеют мягкий процесс. Черногория, я думаю, неплохая. Вот из этих. То есть, Балканы, они все неплохие. Хорошие климатические условия, хорошая вода, овощи, фрукты. То есть, здоровый климат. Вот это самое-самое нормальное. Польша нет. Вот эта вся северная часть, там очень нехорошо. Но эти же додумали, что они литовцев. Теперь после школы мальчиков будут, да и девочек всех будут сразу на военную подготовку. То же самое будет делать Латвия. Германия, там Писториус что-то тоже там начал, начал там типа выскакивать. Я думаю, ничего у них не выйдет. Вообще их сметут, это правительство. Да, будут попытки, но пока они это все организуют. Так что Германия нормально. Австрия, там свои проблемы. В Венгрии, там немножко тяжеловато. Но ничего, там тоже можно нормально как бы адаптироваться. Молдова немножко, Румыния. Вот где-то кому-то может это ближе. Вот таким образом я бы вам... Но в Украине просто вообще ничего. Ну вообще ничего. Но никакого проблеска нету, понимаете? Но никакого. Эта власть делает все абсолютно бездарно наоборот. Такое впечатление, что пока они самосвал через себя и через народ украинский не пропустят через грудь, вот, с соответствующими последствиями, они не успокоятся. Это такие экспериментаторы есть. Ты им говоришь, не делай это. Они говорят, нет, буду делать. Ты говоришь, это будет так-так. Они говорят, нет, вы не правы, мы сделаем. У нас... Это не получалось. Ничего, ничего, говорит, у нас получится. Ну, что ты с них сделаешь? Что ты тут сделаешь? Тут ничего. Это так называемые волюнтаристы-большевики. У меня были такие студенты. Это... Это не... Они неизлечимые. Их излечить нельзя. Оно настолько глупо убежденное. Оно настолько в своей неправоте закоренелое. У него такой объем злой воли огромной. У него такая гордыня же, его сдвинуть невозможно. Это просто от них освобождались и все. Ну, а тут же ситуация не совсем такая. Как это ж? Это ж не студенты. Это ж высшие командные посты заняли. Ну, да ладно. Все равно ж вселенную, космос же не обманешь. Правильно? Все равно произойдет катарсис. Я так полагаю. До новых встреч.